Очень жалко, что камера не может передать запах. Вся улица в гамане. Четыре основных беспримечательностей. Там же происходит кремация покойника. Здравствуйте, друзья. Мы сейчас находимся в аэропорту Шаджи. Это объединенные Арабские Эмираты. Здесь у нас 7-часовая вздаковка. Через 5 часов у нас перелет в Катманду. Город, который является столицей самой высокогорной страны. Непал. В Непал люди летят, главным образом, ради альпинизма и ради горного трекинга. Так как альпинисты из нас не очень, мы летим ради трекингового маршрута. А в свое время, это землетрясение, по-моему, 2015 года в Непале, это был самый популярный трекинговый маршрут в мире вообще. Это маршрут вокруг горного массива Аннапурна, который имеет протяженность чуть более 200 километров. И самая высшая точка маршрута, это перевал Торн-Ла, высотой 5 416 метров. Немножко практической информации по поводу, скажем так, технической, сколько стоит билета. Сегодня 11 ноября. Билеты в Катманду я начал смотреть, что летом. Причем летом реально был билет за 23 тысячи рублей туда-обратно. Это вообще для этого перелета копейки. Но в сентябре был билет. На тот момент самые дешевые билеты были у Fly Dubai с пересадкой в Дубай и Air Arabia с пересадкой в Шарджи. Это два эмиратских лоу-поска, где нужно отдельно доплачивать за еду, отдельно за багаж, но там цены невысокие. Перелет обошелся с человеку туда-обратно 32 тысячи рублей. Это вообще самый дорогой билет, который у меня когда-либо был. При этом мы доплатили за еду на сегменте из Москвы и на сегменте в Москву и за багаж. Но багаж 20 килограммов, 700 рублей за сегмент. И заплатили по полторы тысячи рублей за каждый сегмент за возможность отменить броню или поменять, то есть на другую дату. То есть в общей сложности у нас билеты вышли по 37 с половиной тысяч на человека туда-обратно. Но думаю, это того стоит. Это реально, наверное, одна из самых, точно ходит в тройку самых ожидаемых моих поездок, ребята. Вот и будет тяжело. Очень тяжело будет. Я собирался упаковать рюкзак, чтобы он был не более 15 килограммов. Думал, килограммов 13 выйдет. Надежда килограммов 10, да? В итоге у нас получается где-то у меня 17 килограммов, у Надежды 18. Ну, мы там что-то переложим. Правда, у нас около 3 килограммов конфет, которые мы не видим непальским детям. Мы, видимо, их в первый день не расстадим. Ребят, забыл упомянуть вообще про возможности, как добраться можно к Кадманду. То есть, ну, наверное, самый распространенный способ это через Арабские Эмираты и через Индию. Можно взять билеты Аэрофлота. Они идут уже со стыковкой уже другой авиакомпании из Дели летит. Типа Air India, Space Jet. Там просто есть такой нюанс, что надо получать багаж и перекладывать на другой сегмент. Но чтобы выйти из транзитной зоны, нужна индийская виза. Можно, как бы, говорить с персоналом аэропорта. Как правило, так и делают. Они перекружают багаж. Но все-таки накладывает свой такой отпечаток непонятности. Ну, то есть, как бы, бывали случаи. Много читал. Можно сказать, что прям постоянно, но бывают случаи, когда человек прилетает в Кадманду, а багаж его нет. Его прям привозят, а где через два потом. Как бы, не хотелось бы это время терять. И реально была возможность добраться до Кадманду за где-то 21 тысячу. То есть, были билеты у Air Astana с пересадкой либо в Алматы, либо в Астане за 14 тысяч рублей до Дели. И из Дели уже местными авиакомпаниями, там, тысяча семь-девять можно было улететь. Ну, мы выбрали вариант подороже, но более, скажем так, практичный. Ребята, что хотелось бы сказать. Очень, очень неудобный аэропорт в Шарке. В крайней мере, за пределы транзитной зоны мы не выходили. Может быть, там все не так плохо. И выйти, в принципе, граждан России можно, как виза не нужна. Но в транзитной зоне довольно-таки все тесно, народу много, присесть поспать негде. И, в принципе, даже в фудкорте с трудом нашли места, где сесть можно. Магдан где-то в два раза дороже, чем у нас. Спать хочется. А сейчас мне нет. Магонь, когда он меня смотрит. Ну, что-то затарились-то в Макдонахе. Не то, что мы такие большие фанаты Макдонаха. Потому что выбора-то особого нет здесь. И пришли к выводу, что, наверное, был смысл улететь именно в Флай-Дубай, в пересадке в Дубай, с более долгой. Но пошла бы она, наверное, там в гораздо лучше. Во-первых, можно было бы выйти в город посмотреть. А во-вторых, там аэропорт в гораздо лучше, чем здесь. Здесь реально даже присесть негде здесь, следует. Кто место-то нашел себе на Флай-Корте, просто тут сидят. Wi-Fi бесплатного здесь нет. Какие еще места? Все ужасно. Нам здесь не нравится. А в Дубай я не был в аэропорт, но, по-моему, там очень круто. Там и битв бесплатно. Там вообще не лежачие места есть. А здесь народу много. Я даже не видел мест, ну, вдруг говорят, телефон зарядить, то есть розетки. На глаза не попадались. Ну, нам уже осталось. Через полчаса уже посадка. Состояние не очень. Как пойдем, не знаем. Да. Ребята, ну что, мы в столице, можно сказать, альбинистовом, Катманду. И такая небольшая заметка, если вы летите в Катманду, нужно занимать в самолете места по левому борту. Потом, ну, если, соответственно, посадка планируется в светлое время суток, там просто шикарнейшие виды. Ну, соответственно, надо привалить к Катманду с правой стороны самолета. Так, ребят, значит, время по местному 9 утра, начало 10-го. Мы сутки не спали, только во время второго сегмента что-то удалось как-то в час, так что-то как-то в полудреме посидеть, полежать. Непонятно, что это было. Вот. Разница по времени с московским составляет почти 2 часа. Почему почти 2 часа? Потому что час 45. Почему так? Ну, такие вот прихоти Непала, можно сказать. Сейчас нам нужно, в первую очередь, оплатить визу, визовый сбор и получить штамп экспорта. Судя по отчету в интернете, надо сейчас, ну, как бы, миграционную карточку заполнить и форму на анкету. Можно заполнить вручную и стоят вот здесь автоматы, по идее, можно через них. Сейчас попробую. Там просто сканируется паспорт, выбивается количество дней. В общем, виза в Непал на 15 дней стоит 25 баксов американских, на 30 дней 40 долларов и на 90 дней, не помним, вот здесь вот будет написано. Короче, при выходе в зал, сразу в аэропорт, по левой стороне будет автомат в конце, можно сканировать паспорт. И вот здесь уже, как бы, автоматом появляются все данные с паспорта. Остается ввести имейл, номер телефона, адрес отеля в Катманду. И сфотографироваться, то есть автомат сам фотографирует. И выдает потом вот такую бумажку. И встаем в очередь за визы. Готовим американские доллары. У нас на 30 дней 40 долларов. Там нам дали просто какие-то бумажки и идти на паспортный контроль. Там сейчас нам, конечно, дали кританцию по плате. Кританция по плате нам дали, и там поставить все чайки. И все, мы официально в Катманде. Так, ребята, все, мы со штампами. Все, у нас виза на 30 дней непальская. Мы выходим сразу, получаем рюкзачки. И при выходе из аэропорта у нас должны напроситься таксисты. Они говорят, типа, тысяча рупий, good price, все дела. Нормальная стоимость поездки на такси до района Тамэль, ну, самый туристический район Катманду, не более 500 рупий, можно за 400 торговаться. Но мы сейчас, наверное, выйдем, судя по лозу, из аэропорта, пройдем вправо, там будет обменник, немножко более выгодный, чем здание аэропорта. И там же можно поймать таксистов, которые привозят людей в аэропорт. Главное призывание, теперь надо пройти через рамку, заходим в зал, получение багажа, проходим мимо опции. Наши рюкзаки. Вот этот Надин, вот этот мой. В общем, если выйти из аэропорта, пойти вправо вдоль аэропорта меньше 100 метров, будет по правой стороне обмен валют. Когда вы работаете, здесь 15 долларов, нужно было бы что-то. Может, немножко их приглатили, но решили, вроде, цена приемлемая за 1200. Везут нас везут, это где-то 800 рублей. Везут в туристический офис, где нужно сделать пермиты, и карточка трекера, ну, пирамиды, это допуск на машину. Тоже все это свои деньги. Там он таксист подождет час, и потом отойдет в апрель. Это все за 800 рублей. Там водитель помогает. Отлично, степлеры, просмотрит, как заполняешься, потому что, молодец. Пирамиды и Тимса доделываю. Я не буду шутку подказать. Что там вообще, карточки? Это карточка... Чего? Это молодой парень и 40-летняя женщина. В общем, это карточка трекера, это пермит на маршрут. Пермит на маршрут стоит допуска 20 долларов с человека. Карточка 20 долларов в 1200 рублей. Карточка трекера стоит 2000 рупий, где-то полторы тысячи рублей. То есть, карточка трекера выполняется всего одна. А если несколько маршрутов, допустим, если мы шли еще, скажем, в базовом лагере Эвереста, то пермит дополнительно надо было платить еще. И он, кстати, дороже, чем на Ана-Пурму. Как сказал водитель, в Томеле сейчас новые правила. В тот, грубо говоря, сам центр Томеле на машине заехать нельзя. Но там, на самом деле, знак стоит. Так что нас где-то высадили. У нас теперь надо как-то найти отель. Метку на карте я забыл поставить, где он находится. Интернета нет. Ну, we will try, как говорится. Канализацию там, ребята, говно толкают. Вот наш отель. О, Катмандул. Friendly Home. Стоимость 640 рублей, что ли, все-таки. Простенький номер, сейчас посмотрим. Значит так, ребята, заселились. 640 рублей, вот такой простенький номер. Это брутальный номер. Очень? Ну, как будто. Кровати, типа шкаф. Деревянный сейф, без ключа. Ну, знаешь, не хуже, чем в Гуах, где-нибудь в отеле. Хуже, чем в Кизляеве. Если вы понимаете, о чем я. Ссылочка будет, как бы. Ой, кто ползет? Кто ползет? Кто там? Ой! Паучок. Ну, че, да, не таракашка, нет. Да, да, даже если таракашка. Здесь у нас, типа, балкончик. Вот такой, с видом. Ну, типа, насад, вот, помыло растет. Да, если кондиционера нет, вентилятор есть. Ну, на улице, кстати, хорошо сейчас, где-то 20, может быть, и 5. Но, кстати, перекус, ну, у меня такого, акустика идеальная. Вот здесь слышно, как будто человек, видимо, в ванной за стенкой, другая ванная. Так очень видишь, что он здесь за стеной сыт. И там, по-любому, слышно все дословно, что я говорил. Сечухи, а че у меня... До вершиня, как я рассказывал. Идеальное до вершиня. Пароли на Wi-Fi. А, подзанисло. Сейчас пойдем нужное шматье докупать, которое у нас есть. Второй комплектер муки, плюс у меня штаны. Надеем трейдинговые палки. Барежки из шерсти, верка. И, возможно, у нас... Так, вот мы идем обратно, и репортаж вместо событий. Говно раскребли. Я тут разговаривала и обратно. Все говно затолкали обратно. Жалко, очень жалко, что камера не может передать запах. Вся улица в говне. Зато правда, зато правда. Мы не приукрашиваем наши репортажи. Маленькое наблюдение. По-моему, самый дешевый курс обмена валюты можно рубить именно как раз около здания аэропорта. Потому что здесь я видел три пункта обмена. За доллар дают 100... ...100,2,40. А в аэропорту 104 еще. То есть за 500 баксов разница получается где-то 700 рублей. Шапки непальские купить по 70 рублей, варежки по, не знаю, сколько это, 130 рублей. Захотелось, что мы купить, типа, самосброс. Ну, конечно, это не Гортакс, ничего. Но самосброс, в смысле, молнии растягиваются полностью, что ныне с ними обуви скидываются. Короче, говорит, две с половиной тысячи рупий. Говорит, давай полторы. Не, ну типа, что, дай нормально цена. Я думал, нормальная цена, 3500. Ну, давай, говорит, меряй. Дальше немножко раскошелились, по-другому все купили. Не знаю. Осталось купить мне варежки, кушистяные, и газ нам купить. Это опасно, опасно здесь все. Собственно, это район Тармель, самый туристический район Катмандул. Здесь-то хренище можно всего купить, но это, как правило, не оригинал. Ну, и цена соответствующая, недорого. И очень трудно остановиться. Вот, что он нам продавал сейчас. Это что? Для рук. Вот вообще. Курчаги. Вообще, вот тебе такой надо. Я-то мне на три раза. Тогда возьми вот такой. Антисептик. Вот, это немалая. Мне кажется, что пойдет там. 250. Да ладно, так идешь. А у нас что-то хреничество. Получается 150 рублей. Может взять на всех сниж? 50 таблеток. Ну, просто домой. У нас они дороже, раз. Десять. Сколько я скидывал? Что-то 2000? Три что-то. 3000. Ну, там покупка, наверное, побольше. Ну, как бы, все равно. А вот это вот самый крутой здесь метоцикл. Роял Кэрк. Купили еще вот карту нашего трека за 200 рублей. Сколько рублей? По 30 получается. Мандул имеет богатую, более чем 20-летнюю историю. Причем нынешний облик сохранился главным образом 17-18 веков. В Мандул, Патан и Пхактапур внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, как один объект. Мандул – это многоконнессиональный город. Проживает здесь более миллиона человек, большинство из которых являются индусами. Вторыми по численности являются буддисты. Нам туда. Значит так, ребята, в Катмандул, в принципе, четыре основные беспримечательности. Это две буддийских ступы Своямбу Нат и Ходнад. Центральная площадь, скажем так, Домбард Сквер, которая больше всего пострадала на третение два года назад, два с половиной. И индуистский храм Пашу Путинад, где находится самый главный храм Шивы вообще в индуистском мире. И там же происходит скремация покойников. Вот мы, собственно, туда и идем. Субтитры создавал DimaTorzok Уже идем полтора часа, еще полтора километра. Смеркалось, и мы почти дошли. Осталось 400 метров, но уже вот виден линган. Шли мы, значит, ушли и нашли помоечных обезьян. Пашу Путинад действительно считается самым важным в мире храмовым комплексом Шивы. И сюда каждый день сходятся тысячи паломников, главным образом из Непала и Индии. Вход платный – 1000 рупий. Цена обусловлена популярностью места и высокой стоимостью дров, используемых при кремации умерших, которые можно увидеть здесь помимо храмов, святых-отшельников, садху и паломников. В дуле реки Багмати в комплексе расположены постаменты для погребальных костров, а возле храмов находится дом ожидающих смерти. Сюда приходятся реки и доживают свои последние дни. Перед кремацией тела омывают в Багмате. Туда же отправляется прах после кремации. Во время нашего посещения с наступлением темноты в комплексе начался, если так можно выразиться, концерт национальной музыки. Ну а после мы вернулись в Тамэль, где поменяли деньги, поужинали, легли спать. А уже следующим утром должны были выехать к началу маршрута. Деньги никуда не помещаются. Это не все. Он еще в конверте вон там. И это только на один. Самая крупная купюра, 1000 рупий, это где-то 600 рублей. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok